из вены я надеюсь что я смогу проводить уроки вот видите даже сегодня получилось и всего час времени с иерусалимом разницы у меня есть очень сильное желание уже никуда не переезжать никуда не уезжать потому что переезды они очень уменьшают силу человека если мы вспомним если мы вспомним к откуда вообще взялись переезды то они начали с каина и каин он скитался каин помните каина билла и бог ему дал что теперь ты будешь скитаться и каин скитался и переезды они уменьшают силу человека доходы что я ковшат один нам говорит что давайте перейдем на хорошее не будем говорить о негативном а наоборот в любой вещи есть позитив хотя связи не встретил одного человека я бы его на пошел на утреннюю молитву на шахрид и встретил человека он меня искал хотел со мной поговорить мы встретились все я успел с ним обменяться телефонами очень мне кажется полезным эта встреча может ради этого мне надо было вену приехать как а как мы учитель ровец как зильбер за царь он говорил всегда так вот она урок какой-то туры проводит и какая-то идея такая красивая красивая идея и он говорит ну что говорит ради этого стоило вообще родиться чтобы это услышать и все говорили да работал ради этого родиться чтобы это услышать и надеюсь сегодня мы услышим несколько очень мощных сильных идей которые о царе а соломона мы изучаем значит сегодня мы в притчах мы изучим три отрывка вот я Я выбрал три отрывка в 18 главе, хотя там можно было бы целый день изучать эту главу, столько пользы. Но, значит, всего у нас есть времени до получаса, сейчас мы стали и так больше уроки проводить. И поэтому, значит, начинаем мы с 16-го отрывка в 18 главе. Значит, Матан Адам Яр Хив Ле Велиф Ней Гду Лим Ян Хэно. Матан это подарок. Да, Латет это дать. Значит, Матан, Матана это подарок, Матан Тора. Дарование Торы переводят, само слово Матан это как давать, давать подарок. Значит, подарки человека, они ему расширяют, дословно переводится. Сейчас мы узнаем, что они ему расширяют, подарки. Велиф Ней Гду Лим Ян Хэно. И перед большими великими он будет стоять. Установят его перед великими большими. Значит, я вспоминаю сразу же, сразу же, ну, первое, что здесь в этом, в этой формуле, да, в этой формуле скрыто. Первое, здесь скрыт закон, который называют закон бумеранга, кармы, что посеешь, что и пожнешь. То есть, всегда надо помнить, что то, что ты делаешь, ты проецируешь на себя возврат. Это железный закон мироздания, психология и так далее. То есть, по психологии замахнулся на человека, он замахнулся на тебя. Улыбнулся человеку, он улыбнулся тебе. Это самое простое, как бы, проявление этого закона. Теперь, Матан, Адамре и Архивло. Человек, который дает другим, он такой, large на иврите, говорят, большой. Он, знаете, есть люди с широкой душой называются, подарки. Он открывает себе врата благоденствия, да. То есть, так оно работает. Причем, интересно, что оно работает еще в сторону, написано в законах Дзадати, как Рамбам, да. Он сказал такую вещь. Как давать деньги, как кому-то помогать. Вот человек выделил, например, там, тысячу, тысячу чего-то на раздать, на благотворительность. Значит, можно дать одному человеку или одной организации тысячу. Можно дать десяти по сто. Можно дать ста по десять. Как лучше? Говорит Рамбам, лучше дать сто раз по десять, чем один раз тысячу. Почему? Потому что каждое твое действие, это отдельная заповедь. И с точки зрения психологии, я недавно узнал, что у каждого человека есть состояния, которые меняются очень быстро. Эмоциональные состояния. Они так, эмоции, они как волны такие накатывают. Тут раздражение, тут радость, тут веселье, тут спокойствие, тут опять там гнев. То есть, они вот так вот колеблятся, да, эмоциональное состояние. Но есть эмоция, которая как застывшая эмоция. Если человек, например, целый день раздраженный, второй день раздраженный, третий день раздраженный, то у него в нервной системе срастаются нейроны в некую особую такую серо-зеленую комбинацию, такую некрасивую, да, которая называется раздраженный человек. Он все время раздраженный. Теперь заповеди работают точно так же. Если ты наоборот, дал десять, дал, 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 ты видишь радость человека, тебе приятно, ты каждый раз говоришь, я выполняю заповедь Всевышнего, то ты в этот момент становишься каким человеком, добрым, человеком, который помогает, человек, который дает, и у тебя меняется твой характер, меняется качество. А дальше внутри есть Божественная Душа, Божественный Свет, который проецируется сквозь человека и приносит ему все результаты в жизни. Поэтому сказал нам царь Соломон, Матан, Адам и Архивло. Подарки человека расширяют ему. То есть, бах, тут одно предложение пришло, тут другое предложение пришло, тут третье, тут то, тут все. То есть, когда ты даешь, и ты начинаешь получать, понятно, да, что посеешь, что и пожнешь. Теперь, ну, вторая часть очень интересная. В Элифней к Долим Янхену. Перед великими его установят. Значит, тут я вспоминаю историю Арнольда Шварценеггера. Приезжает Арнольд Шварценеггер в Америку, значит, он культурист, уже чемпион мира, работает рабочим на стройке. Строят они, с другом сделали они, как такую, как компанию по ремонтам. И вот они, он и второй культурист, два культуриста, они строят заборы, дома, берут заказы. В общем, они занимаются строительством. Теперь Арнольд, при этом, он очень хотел быть богатым. И он деньги, которые зарабатывал, вкладывал в недвижимость. Покупали, значит, что-то он покупал, недвижимость, какую-то все. Потом он стал зарабатывать больше, больше, больше. И он для себя решил, что он один день в неделю будет посвящать благотворительности. И он один день в неделю будет выступать везде бесплатно. Ездит на всякие там очень много разных возможностей для человека участвовать в благотворительности. И вот он приехал как-то в один университет какой-то, где то ли его выступить попросили, то ли там, может быть, не помню. В общем, было какое-то благотворительное мероприятие. И он везде бесплатно выступал, помогал и так далее. И он там познакомился с девушкой, которая была из рода Кеннеди. И именно на этом благотворительном мероприятии встречаются люди из разных слоев общества, разные люди. Но их объединяет доброта и желание заниматься благотворительностью. Итак, Арнольд Шварценеддер познакомился с девушкой из клана Кеннеди, по фамилии Кеннеди, не помню, как ее звали сейчас. И она его пригласила после этого мероприятия к себе в гости домой. Познакомилась со своей семьей. Он с ними подружился. В итоге он на ней женился и стал губернатором штата Калифорния. Потому что семья Кеннеди это один из самых таких вот влиятельных политических кланов в Америке. Это то, что во второй части написано, 16-го отрывка, 18-й главы притчи царя Соломона. Матана Дамья Архивло. Человек, дающий подарки. Это ему раскрывает. Раскрывает ему. Вообще все раскрывает. И мера, что человек меряет, меряет ему с неба. И раскрывает ему возврат. То есть люди ему благодарны. Они его любят. И Лифнейг Долимьян Хена это способ познакомиться с теми людьми, которые стоят на вершине этого мира. Этой пирамиды. Власть, признание, слава и так далее. То есть есть еще тоже я вспомнил пример. Красивый. Значит, как продать акулу за 12 миллионов долларов. Книга называется. Рассказывается о устройстве мира современного искусства. И там рассказывается, что Демиан Херст сделал акулу и продал ее в бассейне. Не бассейн, а аквариум из формалина. Там акула плавает. И он ее продал за 12 миллионов долларов. Автор говорит, ну понятное дело, что акула это не стоит 12 миллионов долларов. Понятное дело, что это условно можно назвать произведением искусства. Он говорит, а почему же ее купили за 12 миллионов? И он идет от обратного. Человек, который владелец хедж-фонда, самого такого успешного хедж-фонда в Америке. Его фамилия Левин. Кстати, Левинова фамилия из колена Леви. Но так как он в храме сейчас не служит, у него много свободного времени. Он занимается инвестициями и зарабатывает официально 500 миллионов долларов в год. Он говорит, если он зарабатывает 500 миллионов долларов в год, то он зарабатывает в среднем полтора миллиона в день долларов. Для него купить за 12 миллионов акулу, это 10-дневный заработок. Недельный заработок его, да? Всего лишь недельный заработок. А зачем ему все равно акула? Но он же не дурак покупать в аквариуме акулу. Он говорит, так как уже Демиан Хёрст считается классиком современного искусства, то он на аукционе покупает акулу за 12 миллионов. Дарит ее Нью-Йоркскому музею современного искусства. И за такой щедрый хороший подарок входит в совет каких-то жертвователей этого музея современного искусства Нью-Йоркского. А кто в этом совете находится? Барак Обама, Билл Клинтон, бывший президент США. И мы видим иллюстрацию. Матан Адам Ярхивлоу. Подарок человека раскрывает ему. В Элифнейг-Дулим и перед великими поставит его. У него не было другой возможности со всеми его миллионами встретиться с бывшими президентами США. Но человек, который помогает и дает людям возможность посмотреть на красивую акулу стоимостью 12 миллионов долларов, туда миллион человек заходит в год в музей современного искусства, он подарил. И, о, хороший человек, значит, он уже с ними может встречаться. Понятно, да, как работает этот отрывок? Какая великая мудрость царь Соломон нам дает вот так вот ее в одном отрывке. Он нам просто показывает, как работает этот мир. А откуда он знает? Потому что Бог, который сотворил этот мир, он сообщил в Торе, как работает мир. А царь Соломон, который, когда Бог ему говорит, что ты хочешь? Он говорит, я хочу только божественную мудрость, только мудрость. Он говорит Бог ему на мудрость, но будет у тебя мудрость, ты узнаешь. И как на Кеннеди жениться, и как с президентами встретиться. То есть, когда есть знание, как работает мир, все остальное уже, конечно, прилагается как бесплатный подарок. Но чтобы получить Тору, это недостаточно послушать и понять. Нужно запомнить и сделать это частью себя. В Дядя Шоу пытался запомнить этот отрывок наизусть. То есть, если его запомнить наизусть, если с ним день прожить, если превратить это в действие. И сегодня, вот сделайте сегодня день подарков. Подарите подарочки кому-нибудь, разные подарочки. И пронаблюдайте, как работает этот закон. Матана Дам, подарок человека Ярхивлю, оно ему раскрывает. И Лифнех Долимьян Хена перед большими его поставит. То есть, возможно, вы с помощью подарков. Подарок не обязательно это может быть, финансовый подарок. И доброе слово подарок. И улыбка подарок. И прийти с тем-то поучиться подарок. И сделать кому-то хорошее что-то. Уже подарок. Главное быть человеком, который дающий. А не тот, который только спрашивает. А мне что с этого будет? А мне что с этого будет? Есть такие люди, которые все ждут. А вам что с этого будет? Хорошо, 17-й отрывок. 17-й отрывок, он как раз такой переводит нас на обратную сторону мира. Есть позитивная сторона мира. Есть негативная сторона мира. Потому что, к сожалению, не все сейчас учат Тору. Есть люди, которые Тору не учат. А они в это время, не знаю, что они, ничего не учат. Вот они утром проснулись. Вчера там напились. У них голова болит. И они прямо от злости готовы сейчас всех. Они прямо так и говорят с утра. Сейчас всех бы поубивал. Вот есть такие люди. Они просыпаются с такими словами. Теперь и такие люди. Они, конечно, делают проблемы себе. И делают проблемы окружающим. И говорит нам царь Соломон в 17-м отрывке. Следующую, как бы, формулу такую. Цадик орешон берево. Значит, дословно переводится. Праведник первый в ссоре его. Вот если просто человек прочитает без объяснений, без устной Торы. Это письменная Тора, притча. А есть устная Тора, где объяснены смыслы. То читает человек и говорит, праведник первый в ссоре его. Вообще не сходится. Праведник, он вообще не должен вообще ссориться с тем-то, спорить. Написано, цадик, праведник орешон берево первый в ссоре его. Явора его придет ближний его в Эхакаро и будет исследовать его. Значит, давайте вместе соберем предложение. Праведник. Ну, цадик это как бы праведник переводится. Но цадик это... Вообще цедик это справедливость. Праведник это тот, кто делает только правильные вещи. Теперь получается, прав первый в ссоре его. Придет ближний его второй, с кем он ссорится. И начнется исследование. Смысл этого отрывка следующий. Значит, я вначале дам иллюстрацию. Пришли двое ссорящихся кровину. Пришли двое ссорящихся кровину. Я вначале расскажу историю, а потом правдивую жизненную. Историю такую же. Значит, пришли двое спорящихся крови. Но один рассказывает свою точку зрения. Первый. Прав первый в ссоре его. То есть, когда первый рассказывает со своей стороны, он выглядит прав. В своих глазах. Потому что если он ссорится, он думает, что он прав. И, значит, когда он первый рассказал, то это выглядит как будто бы он прав. Уже у Равина есть восприятие. Тот, кто первый рассказал свою версию происходящего, то он уже повлиял на восприятие того, кто слушает. Равин послушал его, говорит, ну, вроде ты прав. Ты прав. Прав первый в ссоре его. Это то, что здесь написано в отрывке. Я вороеву. Приходит второй, ближний его. С тем они поссорились. Там муж и жена, например. И рассказывает свою версию случившегося. И написано и хакреву, хакера это расследование. И он ему говорит, нет, вообще не так было, как ты рассказываешь. Ты говоришь, что так было. Но ты же не рассказываешь, как ты на меня посмотрел в этот момент. Что совсем изменило смысл твоих слов. Значит, и начинается совсем другое. Значит, в перте вот нам дается, для судьи дается совет. Что если двое ссорящихся будут перед тобой, смотри на обоих, как на злодеев. Ты не можешь смотреть на одного, как на праведника, на второго, как на злодея. Значит, ты изначально не доверяешь обоим, как судья. И ты воспринимаешь слова и первого, и второго, как субъективное какое-то мнение. С намерением, которое уже любое субъективное мнение, оно окрашено намерением того, кто его рассказывает. Если они уже ссорятся, каждый чуть-чуть изменяет реальность. Не чуть-чуть, любое субъективное мнение изменяет реальность. Но каждый рассказывает реальность с того угла, чтобы ее интерпретировать, чтобы в этой ссоре каким-то образом победить. Поэтому судья должен относиться к обоим с недоверием. Теперь, значит, жизненная правдивая история. Пришли к одному раввину два бизнесмена, которые были друг с другом очень, ну, такие бизнесмены, знаете, 90-х. Которые, ну, там, вообще за каждым горы трубов в 90-е. И вот они пришли, значит, такие очень большие бизнесмены, спорили за какие-то миллионные там, ну, в общем, огромная стоимость была этого вопроса. И, значит, пришли-ка они к раввину. Раввин им говорит, послушайте, я готов вас выслушать. Я это лично слышал из-за этого раввины этого. Он говорит, я готов вас выслушать, но только если вы мне пообещаете, что вот как я вам скажу по Торе, вы так сделаете. Если вы пообещаете, то тогда я готов вас слушать и, как бы, выносить какое-то решение, как по Торе. Один говорит, я готов принять. Я готов принять, вот как вы скажете, так и будет. Второй говорит, второй так подумал и говорит, я готов принять только если я буду прав. Если я буду неправ, по вашему мнению, я принять не готов. Равин говорит, тогда смысл мне вообще вас слушать и начинать этот разговор. Тот, который не принял мнение Равина, у него потом были невероятные неприятности. Из-за этого случая такие неприятности, что не дай Бог никому. И возможно ему стоило в этой ситуации все-таки послушать Равина и согласиться. Потому что любая война, она имеет такие жертвы, такие последствия, которые очень часто, даже при ее успешном завершении, успешное, если назвать успешное, можно какое-то завершение войны, на которое гибнут люди и так далее. То в любом случае сложно назвать это успехом, исходя из той цены, которую за него приходится платить. Вот, поэтому, поэтому сказал нам царь Соломон, цадика решен бы его, прав первый в ссоре его, кто первый рассказал свою версию. Но придет второй, начнется расследование. Кажется, что здесь не все так однозначно, просто и четко. Это, значит, 17-й отрывок. Теперь, 18-й отрывок, сегодня мы на нем завершаем, 18-й отрывок, он нам говорит совет в ситуациях безвыходных. Казалось бы, один раз сказал Равину свою версию, Равин говорит, ты прав. Второй раз сказал, Равин говорит, ты тоже прав. Ему помощник говорит, Равина, Рэбе не бывает, чтобы вы были правы. Он говорит, и ты прав. То есть, бывает, на самом деле, что каждый со своей точки зрения, он прав. И он рассказывает ситуацию, когда есть известный психологический эксперимент, когда два человека сидят друг напротив друга, и психолог им дает задание. Значит, под столом ударьте ногой второго, значит, одному говорит, ты ударь его ногой, значит, по надкоснице. Ну, просто ударь легонечко. А второму дает задание, ответь ему с той же силой. И что в этом эксперименте удивительного? Что ровно через две минуты они начинают бить друг друга с огромной силой, там уже драка, их поднимают. Почему? Почему? Когда я бью кого-то, моя нога в ботинке, я не чувствую. Мне кажется, я бью легонечко. И вообще, я его еле дотронулся до него. Я что, я до него дотронулся? А он мне отвечает со всей силы. А он мне отвечает со всей силы. Просто ты его бьешь ботинком, и тебе кажется легонечко. А у него в это время, ты же бьешь его по надкоснице, нога-то голая. И он это чувствует как сильно. Он почувствовал это как сильно. Ему больно реально внутренне. Он тебя отвечает, ну, как бы, он тебя пнул. С его точки зрения, он тебя пнул вообще не больно. Потому что он там в ботинке, он же не чувствует твою боль. А тот, который получает этот удар, он говорит, что? Я его еле-еле дотронулся. А он мне так ответил. И он его бьет сильнее. Но он его бьет сильнее с его точки зрения. Это чуть-чуть сильнее. А тому-то больно в 10 раз больше. Его же по надкоснице ударили. По тому же месту, в которое ударили первый раз. И абсолютно несправедливо. И он уже отвечает третьим ударом сильно. Вот как тут объяснить, кто прав, кто не прав. Оба бьют легонечко, но отвечают с той силой, с которой почувствовали боль. А так как это все субъективно-субъективно, то бывает, что обе стороны в конфликте правы. И как он закончится, непонятно. Говорит царь Соломон в 18-м отрывке лайфхак. Божественный лайфхак. Он говорит так. Что такое жребие? Гораль. Гораль это слово на иврите переводится жребий и переводится судьба. Гораль. Значит, мы знаем, например, когда Аман хотел уничтожить еврейский народ. На Пурим тот праздник, который мы празднуем. И на Пурим Аман хотел уничтожить еврейский народ. И он бросал жребий. Бросал жребий, чтобы узнать, какой месяц и какой день самый плохой для еврейского народа. И он, значит, бросал жребий, нашел этот день. Но Всевышний это же Гораль. Гораль это с неба. А Бог, он над всеми судьбами, над всеми жребиями, над всем, над всем, над всем. И Всевышний потом перевернул этот день из плохого в хорошее за счет раскаяния. Теперь, когда ты не знаешь, как поступить, то используется такое понятие, как Гораль, жребий. То есть, есть, например, был известный случай в Торе, когда Всевышний сказал Машарабену выбрать 70 старейшин, чтобы на них опустился Божественный Дух. Машарабену, значит, он руководитель, он лидер народа, Моисей. И ему нужно выбрать сейчас 70 человек. Как? Есть 12 колен. И если он выберет с какого-то колена меньше людей, это будет несправедливо. Колено какое-то скажет, что это такое, почему нас притесняет. Несправедливо? Ну, где здесь? Как определить? Машарабену берет с каждого колена по 6 человек. 12 колен по 6 человек равно 72. И говорит, а дальше пусть Всевышний рассудит. Гораль берет 70 бумажечек, на которых написано старейшина, пророк. А две пустых, значит, они тянут, 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 тянут. Пустые бумажечки вытаскивают Ильдат и Мадат. Он говорит, вы дух получите, но старейшинами не будете. Это жребие. Так решил Всевышний. Понятно, да? То есть, в ситуации, когда нет решения, муж с женой не могут определиться, по какой дороге идти. Если они оба верующие, то это отличный способ бросить монетку и определиться в равных возможностях, что Всевышний хочет, какая судьба. Туда идти или туда. Все, дорогие друзья. Всем удачи, успехов. Шаббат, шалом. Хорошего месяца. Начинается месяц Илуль, когда мы готовимся все к дню суда. Мы сегодня, можно сказать, подготовились хорошо. Значит, Илуль увеличиваем в дзнака, подарки, чтобы удостоиться следующий год. Благополучие с неба, благоденствие, чтобы Всевышний нам открыл ворота. Благополучие, денег, здоровье и всего-всего хорошего, чтобы он нам открыл. Значит, мы месяц очень много даем без, без прямо, не проверяя, знаете, потому что мы же не хотим, чтобы нас сильно проверяли в Роша Шана. Значит, мы много помогаем в месяце Илуль. Мы ни с кем не судимся. Очень важно стараться, так как мы все предстанем перед судом уже через месяц, очень важно предстать перед судом и сказать Всевышнему, смотри, я, маавир аль-медутав, есть такое второе выражение, тот, кто как бы умеет преодолеть свои плохие качества, маавирим лю аль-коль пашав, тому прощают все грехи, тот, кто не гневается, тот, кто сдерживается, тот, кто прощает, тот, кто не цепляется к другим, да, ему прощают все грехи. Поэтому мы стараемся в этом месяце очень-очень, вот прям смотрите на любую ситуацию, как будто бы вы не других судите, а себя. И как вы хотели бы, чтобы относились на небе к вам, так же относитесь к другим. Это великая мудрость. Не делай другому того, что не хотел бы, чтобы делали тебе, и делай другому то, что хотел бы, чтобы делали тебе. Если так жить, то будет все в жизни великолепно. Все, всем шаббат шалом, удачи, успехов, ходы штов и до воскресенья. Все, счастливо.